Добрый вечер, о новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Надежда Шабалина. Смотрите в этом выпуске. Скоро Новый год. Как будут работать в праздники медики, экстренные службы и общественный транспорт? С января в России вступят в силу новые законы, к чему готовятся водителям, льготникам и собственникам квартир. Подводим итоги года вместе с кировчанами. Какие события горожане считают наиболее важными в 2019-м? Дискотека в Кочаровском парке, фейерверки и гуляния до трех часов ночи в Новый год. Расскажем, куда сходить в новогодние праздники. Забег обещаний. Жители Белой Холницы присоединились ко всероссийской акции. С 1 по 3 января автобусы и троллейбусы будут курсировать по особому расписанию. Об этом сообщают в Центральной диспетчерской службе. С 4 января и во все остальные праздничные дни общественный транспорт будет работать по графику воскресенья. Подробнее узнать о работе транспорта можно на сайте Центральной диспетчерской службы. В поле «День недели» нужно выбрать строку «Суббота», «Воскресенье» и «Праздничные дни». Кстати, по данным ЦДС, 4 января в Кирове запустят новый маршрут номер 30. Он поедет от улицы Боровой через площадь 20-го портсъезда до остановки Дом культуры Металлургов. Далее по улице Дзержинского, Ленинградской и до Боровой. Перевозками будет заниматься автохозяйство. Напомню, в новогоднюю ночь с 22 до 4 утра в городе будет работать 6 маршрутов. Проезд будет стоить 40 рублей. При этом электронные транспортные карты всех категорий, в том числе льготные, на маршрутах специальной перевозки, недействительны. Все экстренные службы в празднике будут работать в круглосуточном режиме. В том числе дежурный врач в Кировском стоматологическом центре на Карло-Липних Т-92. Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии на Менделеево-18. Терапевты в поликлиниках также будут принимать пациентов. ЗАГСы, многофункциональные центры, мои документы, энергосбыт с 1 по 8 января не работают. Что касается погоды, кировчане в новогоднюю ночь не замерзнут. По данным различных метеопорталов, 31 декабря будет относительно теплым. В дневные часы температура воздуха составит минус 2-3 градуса. Ночью до минус 5 градусов. Снегопад ожидается в утренние часы. В новогоднюю ночь сильных осадков синоптики не прогнозируют. Чуть похолодает 1 января. Столбики термометров могут опуститься до 10 градусов ниже 0 в дневные часы. Материнский капитал станет больше. Вырастут пенсии, ведут новые ставки по утильсбору на автомобили. С января в России вступают в силу новые законы. Коснутся они в основном водителей, льготников и жильцов. Подробнее о нововведениях наш следующий сюжет. Продать квартиру без уплаты налога станет проще. Сделать это можно будет на два года раньше, чем сейчас. Об этом говорится в федеральном законе от 26 июля 2019 года. Вступит в силу он с 1 января. Но есть одно условие. Квартира на момент продажи должна быть в собственности единственной. Если она не одна, то срок останется прежний – не менее пяти лет. Пенсии в России вырастут с 1 января. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересмотрены с учетом увеличения размеров фиксированной выплаты и стоимости одного пенсионного коэффициента. Размер страховых пенсий проиндексируют на 6,6%. Таким образом, средний размер пенсии составит 16 400 рублей. Материнский капитал с 1 января станет больше. Его размер увеличится до 466 617 рублей. А выплаты на ребенка продлят до трех лет. Ежемесячная выплата будет предоставляться до достижения ребенком трехлетнего возраста. А сейчас это до полутора лет. Право на выплаты будет у семей, в которых размер ежемесячного среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Пособие по безработице вырастет. Максимальный его размер составит 8 тысяч рублей, а минимальный – полторы тысячи. Также назначен размер пособия для граждан предпенсионного возраста. Его величина составит 11 300 рублей. С 1 января введут новые ставки по утильсбору на авто. Больше всего машин в России с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Для них ставка вырастет на 112,4%. На автомобиле с объемом двигателя до 1 литра ставка поднимется на 46,1%. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А наша следующая номинация «Скандал года» и самой скандальной в этом году оказалась тема с нехваткой места в детских садах. Напомню, сотни мам и пап города Кирова выходили на улицы, чтобы потребовать места в детском саду для своего ребенка. Вот небольшое видео, что называется «Без комментариев». «Обещание весы, путевка в садик и весы». Ситуация с садами настолько плачевна сейчас, в данный момент, что нам требуется 40 новых садиков. Временку в июле исполнилось три года. Нам предлагали детские сады далеко от дома «Русская», «Бахта», «Ренгаса». Но не только плохим запомнился год. Были и позитивные события. Одним из таких было признано открытие путепровода в «Чистые пруды». Сейчас этот путепровод соединяет между собой два района «Дружба» и «Чистые пруды». Началось строительство, напомню, четыре года назад, еще при экс-губернаторе Никите Белых. Завершилось лишь этой весной. Официально ввели в эксплуатацию путепровод 31 августа. Первыми по нему проехали спецтехника и автобусы маршрутов номер 5 и 90. Не только события остались в памяти кировчан, но и люди, которые нас удивили. Среди них в этой номинации победителем признан Владислав Черепанов. Восьмилетний мальчик попал в книгу рекордов Гиннесса. Юный кировчанин поднял 10-килограммовую штангу, лежа 701 раз за 25 минут. Это произошло в лагере «Артек». По словам мамы мальчика, дети были поражены результатом и стоя аплодировали Владу. Ну а самым масштабным событием, по мнению наших телезрителей, стал велопарад. Он прошел в мае. Более 600 человек разных возрастов и профессий переоделись в веселые костюмы. Так они проехали несколько километров. Путь начался от улицы Воровского и завершился на театральной площади. Вот таким Надя год запомнился нашим зрителям, кировчанам. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и желаю наконец-то перестать просто мечтать, а исполнять свои мечты и приводить их в реальность. Будем надеяться. Ирина, спасибо. Мы продолжаем. Для жителей дома на проспекте строителей замена лифтового оборудования обернулась и скандалом года, и шоком года одновременно. Мало того, что люди три месяца ходят на девятый этаж пешком, так еще и рабочие оставили на лестницах и пролетах подарки. В кавычках. Ситуацией разбиралась Елена Шарыгина. Вот такие подарки нам приготовили наша компания, которую мы платим. Это фонд капитального ремонта Кировской области. Вот такие подарки. Мы им платим деньги. Они нам приготовили вот такие вот кирпичи. Видите? Вот только ожидали жители дома номер 46 на проспекте строителей совсем другое под Новый год. Как минимум того, что им не придется поднимать продукты к новогоднему столу пешком на верхние этажи. А пожилые люди рассчитывали предновогодние дни и праздничные выходные провести на свежем воздухе. Подобно тюрьме. Точно как в тюрьме. Потому что мы не можем даже спуститься по состоянию здоровья на крыльцо. Обычно сидели на улице на крыльчке. А сейчас нас 8 старух. Так только одну точно взяла к себе. А остальные все сидят как в тюрьме. Точно как в тюрьме. В доме 8 подъездов. И лифты меняют в каждом. Работы начались в конце сентября. С того времени о подъемнике люди забыли. Причем должны были вспомнить еще в ноябре. Но что-то пошло не так. До них невозможно дозвониться. Наши жители звонят ежедневно. Но никто трубку не берет. Специалисты к нам ни разу не приезжали. Один раз я с ними поговорил по телефону. Они сказали, вы не переживайте. Все хорошо. Все замечательно. Но замечательно, конечно же, для них. Мы платим деньги ежемесячно и исправно. А они свою работу не делают. В фонде капитального ремонта заверили. Сроки сорваны по вине подрядчикам. За это нарушение им будет начислен штраф. Так прокомментировали ситуацию в фонде капремонта. Механомонтаж в 5, 6, 7, 8 подъездах закончен. Работы прошли о свидетельствовании. Идет устранение замечаний. В первом, во втором, третьем, четвертом подъездах ведутся пусконаладочные работы. В текущем году работы будут вестись до 30 декабря. Планируемое возобновление работ 5 января. Завершение работы ввод в эксплуатацию лифтов до 20 января 2020 года. На сайте фонда заявлено, что в следующий раз капитальный ремонт в этом доме на проспекте строителей начнется только через 15 лет. Вероятнее всего, в доме отремонтируют кровлю. Елена Шарыгина, Иван Малков, Бюро новостей Давича. Кировского депутата обвинили в убийстве собак. В Санкт-Петербурге террористы признались в подготовке терактов в Новый год. А под Новосибирском задержали браконьеров. Подробнее об этих и других событиях в нашей рубрике «Происшествия». Кировского депутата обвинили в расстреле собак. Хозяин убитых животных Андрей Рогачев рассказал об инциденте одному из новостных порталов. По словам мужчины, он поехал из поселка Соколовка Зуевского района в лес проверить капканы вместе со своим отцом и двумя охотничьими собаками дымой и пулей. На месте он выпустил питомцев на прогулку. Через некоторое время услышал несколько выстрелов, а затем обнаружил тела собак. Мужчина видел депутата Заксобрания Вячеслава Егдарова, проезжающего рядом на снегоходе с охотничьим ружьем, и обвинил его в расстреле животных. Со слов хозяина собак, после случившегося между ним и депутатом состоялся разговор по телефону, в котором Егдаров подтвердил убийство животных. Мужчина написал заявление в полицию. Полицейские изъяли гильзы и тела собак на экспертизу. На трассе Верхошижемья Средний Ивкино грузовик-тягач съехал в кювет. Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. Многотонник, груженый зерном, ехал в сторону Верхошижемья. Машина пыталась подняться в гору, но не смогла и съехала в кювет. Прицеп зерном завалился на бок. На помощь к месту происшествия приехал телескопический погрузчик местного сельхозпредприятия и вытащил машину из кювета. Зерно перегрузили в другой многотонник. В результате аварии водитель не пострадал, а вот прицеп восстановлению не подлежит. Задержанные ФСБ в Санкт-Петербурге россияне признались, что готовили теракты в новогодние праздники. Об этом сообщили в самом ведомстве. О планах российская контрразведка узнала от американских коллег. Сегодня ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых. На кадрах видно, как бойцы ФСБ надевают на двух мужчин наручники. По предварительным данным, место действия – город Колпино. У подозреваемых на квартире изъяты улики и документы, подтверждающие, что они готовили теракты. Возбуждено уголовное дело. В Красноярске сотрудников санатория отстранили от работы из-за оскорбления детей. Инцидент произошел в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка». На кадрах видно, как женщина в белом халате кричит на плачущего ребенка и грубо хватает его за руку. Еще одна сотрудница, по словам местных СМИ, угрожала другому малышу, что отправит его в учреждение для умственно отсталых. Начата служебная проверка. По данным регионального Минздрава, на это время женщин отстранили от работы. Новосибирские браконьеры незаконно порыбачили на 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По предварительным данным, в течение 2019 года местные жители незаконно вылавливали, хранили и продавали черную икру и рыб ценных пород, занесенных Красную книгу. У браконьеров изъято 76 туша «Ситра» и 595 туш «Стерляди». Возбуждено уголовное дело. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Жирные салаты и алкоголь. Гость в студии – диетолог. Спросим, как пережить новогоднее застолье. Дискотека в Кочеровском парке, фейерверки и гуляния до трех часов ночи в Новый год. Расскажем, куда сходить в новогодние праздники. Забех обещаний. Жители Белой Холуницы присоединились ко всероссийской акции. Это «Давичи» и мы продолжаем. Подготовка к Новому году вышла на финишную прямую. А какое веселье без новогоднего застолья. Жирные салаты, соленья, копчености, сладкое, спиртные напитки. Все это, как правило, в перемешку и в неограниченных количествах. А утром – бунт внутренних органов после ночного пира. Поскольку тяжелые для организма продукты в сочетании с алкоголем грозят нанести серьезный вред. Как пережить новогоднее застолье без последствий? Поговорим об этом с диетологом Натальей Сычевой. Наталья, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну вот подскажите, действительно жирные продукты вместе с алкоголем наносят вред нашему организму? Да, и не дадут соврать мои коллеги, дежурные врачи. Очень часто идет обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ну как-то этого можно избежать все-таки? Потому что без этого, как мы понимаем, все-таки нельзя обойтись. Все-таки Новый год. Да, и здесь я рекомендую что сделать? Во-первых, поставить на стол овощные нарезки и начинать застолье именно с того, что мы наполним свою тарелку сырыми овощами. То есть полезные продукты только, натуральные? Да, сначала с них начнем. Заполним желудок, и это предотвратит переедание в дальнейшем. Ну и еще, например, использовать правила осознанности. То есть пока кусок во рту, столовые приборы на столе. Так будет меньше риск того, что мы съедим огромную порцию. Плюс, если вы съели овощи, вы наполнили желудок, и эта клетчатка, она как раз предотвратит всасывание лишнего жира. Так, а если все-таки с овощей не удалось начать, и в ход сразу же пошли какие-то жирные блюда, может быть, какие-то лекарства, средства, на них упор стоит сделать? Здесь, да, нужно осознавать, что особенно если есть уже проблемы с желудочно-кишечным трактом, то использовать ферменты. Ферменты, они, в принципе, продаются без рецепта. Ну, в любом случае, знаете, что у организма нет таких праздников, нет какой-то определенной кнопочки, которая переключила бы на усиленную выработку ферментов, гормонов. Поэтому здесь в любом случае важна мера. А вот, например, уголь активированный, не знаю, уже в ходе, например, застолья или антигистаминная, вот это поможет? Поможет уголь, да. Но ферменты в любом случае это препарат выбора в этой ситуации. Хорошо, а какие продукты все-таки стоит исключить и убрать со стола новогоднего праздничного? Я бы рекомендовала убрать сладкие напитки и особенно не запивать ими такие крепкие напитки. То есть соки, газировки, вот это все, избавляемся от этого? Почему? Потому что у нас как раз, да, как вы сказали, перебор идет жирных продуктов и в сочетании с сахарами, а в напитках они очень быстро всасываются и получается такая калорийная бомба, которая сразу действует и на поджелудочную железу, и на наш желчный пузырь. Поэтому очень важно не сочетать углеводы и жиры. Заменить морсами, может быть, или... Заменять можно, да, морсами, но не с большим количеством сахара. Как раз здесь можно контролировать его, сколько положить. Также вода, чистая вода, и как раз вода тоже может предотвратить переедание. Хорошо, а майонез мы чем заменяем? Майонез можно, например, заменить сметаной, а можно еще, рекомендую, например, если уж кто-то совсем не может отказаться от майонеза, один к одному смешать его с йогуртом классическим. Вкус не потеряется, а жирность уменьшится в два раза. Наталья, расскажите, что на вашем будет новогоднем столе стоять? На моем новогоднем столе будут стоять обязательно бутерброды с икрой. Я очень люблю рыбу, морепродукты. У меня, конечно, домашние тоже не откажутся от олигой. От майонеза и всего остального. Но здесь, как я выхожу из этой ситуации, то есть мы готовим заранее овощи, и каждому уже в одно блюдо, там уже дозировано можно использовать или ту же заправку майонеза, сметану. То есть положить... Каждый для себя, скажем так, в небольшом количестве. И заправить можно действительно менее калорийным майонезом или той же сметаной. Наталья, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Поздравляю вас с наступающим праздником. Мы продолжаем. Спасибо вам. Новогодние праздники – не повод сидеть дома. Для кировчан и гостей города подготовили массу мероприятий. Это фейерверки, легкоатлетические забеги, дискотеки и экскурсии по городу. Подробнее обо всем расскажет Евгения Бакина. Женя, тебе слово. Праздничные веселья начнутся на Театральной площади. Так, 31 декабря в 6 часов вечера для малышей проведут детскую программу «Мышиные проделки». Ребята вместе со сказочными героями будут петь и танцевать. Кульминацией программы станет встреча с Дедом Морозом. В 22.30 здесь же на Театральной площади начнется интерактивная программа «Арт Маус Шоу». На сцене выступят яркие вокалисты города. А в час ночи кировчане и гости нашего города увидят праздничный фейерверк. Он продлится 6 минут. Праздничное гуляние развернутся и в Кочеровском парке. В полночь возле главной елки Ленинского района будет дискотека под открытым небом. А в час ночи впервые прогремит праздничный фейерверк. После боя курантов жители Нововятска приглашают на новогоднее гуляние в Новый год 2020. Пройдут они на площадке Дома культуры России с часа до трех ночи. Гостей праздника ждут интересные конкурсы, веселые игры, шутки и даже чудеса. Кульминацией программы станет дискотека, на которой прозвучат как хиты прошлых лет, так и современные новогодние композиции. 1 января ровно в полдень состоится легкоатлетический забег обещаний. Участникам выдадут нагрудные номера. Прямо на них кировчане напишут свои новогодние обещания. И с ними пробегут дистанцию в 2020 метров. Принять участие смогут все желающие. А приветствуется новогодняя атрибутика. 4 января с 11 до 12 часов дня состоится новогодняя проэкскурсия. А чуть историадом кировчане узнают об истории празднования Нового года и Рождества на Вятке. Как украшали новогодние ели и чем удивляли гостей на праздниках. Экскурсия начнется здесь, от здания драматического театра. Организаторы светуют одеться потеплей. Все новогодние каникулы будут работать общегородские бесплатные катки. Лед залили на улице Спаской, у легкоатлетического униживересники, стадиону Коминтерна и у лесопромышленного комбината. Всего будет работать 14 бесплатных катков. Евгения Буакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей. Я бегу, я обещаю. Дальше эту фразу каждый участник одноименного забега может продолжить по-своему. Традиционный международный день обещаний отмечают во всем мире 1 января. И в честь такого события устраивают забеги. Но в Белой Холунице он уже состоялся. Более 50 человек там, что называется, на бегу строили планы на грядущий год. Обещали быть здоровыми и заниматься спортом. Да, ребята? Получить номер, написать обещание на нем, прикрепить к одежде и бежать. Свои цели на следующий год жители Белой Холуницы подкрепили дистанции в 2020 метров. Я бегу. 22 декабря. Ровно в 12.00 более 50 человек вышли на старт у местного спорткомплекса. Обещания у всех разные. Кто-то желает себе здоровья, кто-то счастья. А у некоторых целый список целей на ближайший год. Я лично себе пообещала выполнить мастера спорта по пару лифтингу и свозить дочку на море. В этом забеге нет победителей и проигравших. Никто не стоит на финише и не засекает время. Главное – одержать победу над самим собой. А потому каждый преодолевает дистанцию, как хочет и как может. Кто-то бегом в новогоднем костюме, кто-то с детьми на санках, а кто-то пешком с палками для скандинавской ходьбы. Первый забег обещаний прошел в 2015 году в 11 городах России. С тех пор он стал регулярным. За пять лет к нему присоединились Казахстан, Украина, Беларусь, Чехия, Черногория и другие страны. Только в уходящем году в забеге участвовали более 12 тысяч человек из 226 городов мира. Особая магия заключается в длине дистанции. Она соответствует году на календаре. На этот раз это 2020 метров. Таким был этот последний понедельник года глазами наших корреспондентов. Далее традиционная рубрика «Хорошие новости». На этот раз мы решили спросить у кировчан, как и где они планируют встретить Новый год. Дома, с детьми, с дочкой, с зятей. Дома, с семьей. С друзьями. Весело. С антеза зимой. С детьми. Взрослые дети, мы к ним поем вместе. С сестрами. Дочка уехала, с дочкой не получится. С семьей. С друзьями. С детьми. С другими. Планируют найти все в Казани. С друзьями. Дома, за столом, с оливьешками, с хорошим настроением. Кругу семьи. С котом, с любимым. Дома, с семьей. Под елочкой. С братом, с мамой, со своими родными, с мужем. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, что вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Надежда Шабалина. До свидания и всех с наступающим Новым годом. Субтитры подогнал «Симон»!